МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основной этап авиадарца в самом разгаре. Дель строителя России. Сегодня региональные городские власти награждали работников самой мирной и созидательной профессии. Спорт на селе, вопросы по улучшению условий занятий физкультурой среди жителей малых городов и населенных пунктов региона обсудили за круглым столом. Разумеется, будут и другие темы в сегодняшнем выпуске. О них расскажем также подробно. Но стало известно об учреждении турнира среди российских летчиков в памяти погибшего на полигоне в Дубровичах полковника Игоря Бутенко. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время посещения основного этапа международных армейских игр 2015 в разделе «Авиадарц». О соревнованиях летчиков расскажет Оксана Тебенихина. Праздник с привкусом горечи. 5 августа на полигоне Дубровича стартовал международный конкурс летного мастерства «Авиадарц-2015». Открыл соревнование министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Само собой, в приветственной речи министр упомянул о недавней трагедии. Погибшему летчику Игоря Бутенко на территории полигона уже установлен мемориал. В целях увековечения памяти летчиков армейской авиации, погибших при исполнении воинского долга, учреждается кубок имени полковника Игоря Бутенко. Им будут награждаться экипажи, добившиеся наилучших показателей в боевой подготовке. Первый кубок по итогам конкурса «Авиадарц» будет вручен лучшему экипажу армейской авиации на церемонии закрытия игр 15 августа. Участие в масштабном турнире, являющемся частью международных армейских игр, принимают более 50 экипажей из России, Китая, Республик Беларусь и Казахстана. В небо над Рязанию поднялись более 100 летчиков, 15 типов самолетов и вертолетов. В ходе воздушного этапа пилотам предстояло показать экспертам свое мастерство владения машиной. Главная цель – это совершенствование боевой выучки и проверка той техники, которая есть сейчас в армии, ее возможности, ее способности. Вы прекрасно знаете, что летчики, которые сегодня принимают участие, они не просто так сели и полетели. Они прошли длительный путь, отбор в части, отбор в армии, отбор в ВВС и вышли на международный этап соревнований. Это адский труд, это огромная работа не только летного, но и технического состава, и промышленности, естественно. Демонстрация боевой выучки летного состава является одной из важнейших задач конкурса. Уже первый этап соревнований показал уровень мастерства пилотов-участников. Бомбометание, зрелище, захватывающий дух – у этих людей нет права на ошибку. Лучшие пилотажные группы России – стрижи, витязи и соколы под управлением первоклассных летчиков – в рамках конкурса продемонстрировали, казалось бы, совершенно невероятные умения. Этот цветок, который сейчас распустится в небе полигона Дубровичи, летчики дарят вам, милые дамы. Белонажная группа «Соколы России» выполняет роспуск по типу цветка тюльпан. Итак, внимание, я включаю эфир. И ваши аплодисменты! На протяжении нескольких дней бескомпромиссной борьбе наиболее подготовленные летчики Белоруссии, Казахстана, Китая и России будут бороться за право называться лучшими. Создание военного полигона, авиационного полигона мы еще воспринимаем как дань того, как относятся рязанцы к военным. У меня присутствует здесь в Российской Федерации 30 человек из Республики Беларусь. И каждый мне попросил выразить именно слова благодарности за высокий уровень организации соревнований. В первую очередь любые соревнования – это не только демонстрация выучки, но и в первую очередь опыт, обмен опытом. В том числе и в методике подготовки летного состава. Мы принимаем участие в соревнованиях, и для нас это большая честь и прекрасная возможность продемонстрировать умения наших летчиков, а также обменяться опытом с нашими коллегами. У них, кстати, сегодня результаты лучше, чем у нас. Своим опытом российские военные готовы поделиться с партнерами из других стран, участвующих в Авиадартсе. Для них конкурс стал еще одной площадкой для общения. Виктор Бондарев поблагодарил региональное правительство за содействие в организации «Авиадартса-2015». Напомним, что международные армейские игры продлятся до 13 августа. А пока о праздниках. В воскресенье 9 августа российские строители будут отмечать свой профессиональный праздник. Дата эта была установлена еще в 1955 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Впрочем, дата не потеряла своей актуальности и сейчас, и представители мирной и созидательной профессии по-прежнему чествуют на государственном уровне. В региональном правительстве сегодня награждали тружеников строительной отрасли, отличившимся коллективом и сотрудникам ведущих региональных строительных предприятий и организаций, вручили благодарственные дипломы и нагрудные знаки за их добросовестный труд. Сразу двоим награждаемым было присвоено звание лучших строителей России. Улучшение качества жизни людей – главная задача современных строителей и архитекторов. Именно на этой отрасли во многом держится экономика нашего региона и нашей страны. Ведь их работа сегодня направлена не только на строительство жилых домов, но и дорог и объектов социального назначения. Мы все с вами вкладываем большие знания, силы, свои средства в строительство детских садников, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов. Эта программа реализовывается и будет реализовываться вашими руками, уважаемые коллеги. Сколько радости вы несете людям новоселку. На счету каждого из присутствующих здесь не один объект с экзаменом культурного назначения, о которых я говорил. Не один квадратный метр жилья. Это ваш объект вклад, который вы в ежедневном режиме вносите в развитие нашей любимой Рязанской области. Вся страна чтит сотрудников строительной отрасли. И мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучат в адрес тех, кто возводит города. Сегодня награждали инженеров, специалистов и руководителей строекомпаний также и в здании Рязанской городадминистрации. Всем известно, что профессия строителей является одной из самых трудных, но по-прежнему почетной и уважаемой. И считается таковой по праву. Строительство является, пожалуй, основным двигателем экономики не только Рязанской области, но и страной в целом. Сегодня в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя, состоялось награждение почетными грамотами администрации города самых успешных строительных фирм и компаний. Я сегодня тоже хочу от имени администрации города поздравить вас с профессиональным праздником. Хотелось бы в этот день сказать, безусловно, спасибо. Спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что вы участвуете в наших социальных проектах. Спасибо за то, что вы участвуете во всех программах. Это программа и переселения из ветра аварийного, это программа и капитального ремонта. Работники строительной отрасли обрели свои награды за заслуги перед городом и за развитие экономической сферы региона. Ведь именно благодаря им не только наш город, но и вся область выглядит достойно, современно и красиво. В последние годы строительство на территории России достигло невиданных ранее темпов своего развития. Например, в прошлом году было введено в строй 81 миллион квадратных метров жилья. Впрочем, еще в том же прошлом году министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил о возможных изменениях схемы долевого строительства, вплоть до ее полной отмены. По планам правительства, схема долевого строительства должна стать более цивилизованной, чтобы у владельцев строящегося жилья не возникало никаких юридических проблем. А сегодня состоялся брифинг на эту тему в здании регионального правительства. Ни одного обманутого дольщика не будет. Об этом заявил Шаукат Ахметов на встрече с журналистами. Основной тенденцией на рынке жилья в кризисное время является увеличение объемов строительства при падении объемов сделок. Тем не менее, все строящиеся в Рязанской области жилые дома будут введены в эксплуатацию. Сейчас в области работы по возведению более чем 120 домов ведут свыше 80 застройщиков. Всего к концу года планируется сдать не менее 600 тысяч квадратных метров жилья. Все находящиеся на стадии строительства дома на контроле специально созданной рабочей группы. От каждого застройщика мы получили заверение, что все начатые объекты будут завершены в соответствии со сроками, указанными в договорах о даревом участии. То есть все дома, по которым существуют заключенные договора о сделке с дольщиками, все обеспечены в установленном порядке проекта смен документации, установлены разрешительные документации, обеспечены финансированием. А для того, чтобы убедиться в этом, мы провели ряд встреч с финансирующими органами, со всеми руководителями крупных банков, которые участвуют в финансировании жилья строительства и получили от них заверение о том, что необходимое количество денежных средств и в бюджетах этих кредитных учреждений тоже существует. Также заместитель председателя правительства отметил, что граждане и сами должны внимательнее относиться к тому проекту, куда вкладывают свои средства. Обязательно нужно внимательно посмотреть все проектные декларации, которые опубликованы в сети интернет у каждой компании-застройщика. Всю-всю информацию надо внимательно изучить. И мы рекомендуем все-таки использовать возможности юридических служб, агентств недвижимости для получения соответствующей консультации, оказания помощи в заключении юридически чистых сделок участия в дыревом строительстве. Простую, но эффективную схему квартирных краж применял злоумышленник, которого накануне задержали рязанские полицейские. Его сейчас подозревают в шести эпизодах. О том, какой схемой пользовался квартирный вор, пойдет речь в следующем виде сюжета. Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в серии квартирных краж. В полицию поступило сразу несколько сообщений о хищениях из квартир жителей Рязани. В каждом случае на входных дверях пострадавших жилищ не было обнаружено следов взлома и похищены были только деньги и ювелирные изделия. Полицейские выяснили, что в этой череде совпадений было еще одно важное обстоятельство. По версии оперативников, хитроумные хищения реализовывались в два этапа. Лицо, пользуясь тем, что граждане оставляют свою ручную кладь, в первую очередь сумки без присмотра, завершало их хищение, после чего, изучив содержимое, обнаружив паспорт и ключи от жилища граждан, выезжало на место, при помощи ключей проникало в квартиру, проводило осмотр и, установив ценные вещи, в частности, денежные средства, золотые изделия, похищало их, в дальнейшем распоряжении уже по своему усмотрению. В ходе разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска вычислили и задержали 41-летнего рязанца, который подозревается в серии краж сумочек, денег и ценностей из квартир их хозяек. По словам подозреваемого, он был уверен, что ему повезет улизнуть из сферы внимания полицейских. Так все было просчитано. На сегодня задержанному инкриминируется причастность к шести кражам. Сотрудники полиции предполагают, что это не весь послужной список подозреваемого, поэтому просят граждан, которые пострадали от аналогичных действий, обращаться в дежурную часть УМВД России по городу Рязани по телефону 02. Еще одним задержанным рязанскими полицейскими стал 22-летний подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков на территории Кораблинского и Старожиловского районов. Указанный гражданин был задержан с поличным при попытке сбыта наркотического средства. В дальнейшем при проведении обследования изъято 120 грамм наркотического средства, что составляет более 500 разовых доз. В отношении обоих злоумышленников возбуждены уголовные дела. А теперь о спорте. Накануне Дня физкультурника выяснилось, что регулярно 334 тысячи рязанцев занимаются спортом. Однако при этом большая часть жителей области, особенно в малых городах и населенных пунктах области, не могут из-за острой нехватки спортплощадок приобщиться к широкому физкультурному движению. Проблемы, связанные с местами для занятий на селе, обсудили за круглым столом тренеры, спортсмены и чиновники. Сейчас по всей стране большое внимание уделяется развитию массового спорта и особенно инфраструктуре. Строятся новые спортивные комплексы. Буквально в каждом крупном городе есть открытые спортивные площадки, которые доступны горожанам. Но в районных центрах, к сожалению, ситуация обстоит несколько хуже. Во многих школах области даже школьные спортивные залы находятся в запущенном, долгое время не ремонтированном состоянии. По вопросу улучшения условий для занятия спортом в сельской местности был созван круглый стол. На нем эти проблемы обсуждали директора общеобразовательных школ, тренеры и, разумеется, региональные городские чиновники. Присутствующие на заседании директора школ отметили, что после ремонта спортивные залы становятся настоящим центром притяжения молодежи и взрослых сельчан. И нагрузка на залы большая. Ведь помимо школьных занятий в них проводятся соревнования по различным видам спорта, в которых состязаются жители близлежащих сел и деревень. Работа проделана огромная. Но, к сожалению, пока еще не все спортивные площадки приведены в должный вид, где ребята могут развивать свою физическую форму. Впрочем, участники круглого стола надеются, что в скором времени в каждой школе у детей появится возможность заниматься спортом. И кто знает, кто-нибудь из них в будущем может стать олимпийским чемпионом. Ведь чемпионский путь порой начинается именно на школьной спортплощадке. Кстати, завтра в пятницу на улице Почтовой пройдет спортивный праздник с многочисленными конкурсами по разным видам спорта. Начало в 6 часов вечера. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета Алексей Зимин. И речь в беседе пойдет об окончании приемной кампании. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова